Следующее растение, следующие четки, называются рудракша. Это четки индийского можжевельника или четки сделанные из можжевеловых шишечек. Они сверху обработаны, очень красиво они выглядят. Что такое рудракша? Рудракша это символ верности. В случае, если человек носит или женщина, допустим, любит мужчину, то она дарит ему вот такие четки, для того, чтобы он их носил, а также использовал в ходе чтения мантр. Почему? Таким образом мужчина всегда верен, будет своей женщине, будет всегда настроен на то, чтобы у него была семья. В случае, если вы не хотите изменить свои религии, изменять своей семье или изменять своему направлению жизни, то тогда вы можете использовать данные четки рудракши. Они делают человека верным, делают человека постоянным. Фактически представляют собой элемент любви. То есть, когда вы такие четки, занимаетесь такими четками, вы в свою жизнь привлекаете любовь. Любовь, верность, служение, везение. Очень хорошие четки. Мне очень нравится рудракша, хотя я сам не использую такие четки. Следующие четки сделаны из материала семена лотоса. Семена лотоса, как известно, делают человека мудрым, они белого цвета. Я сейчас чуть-чуть их размотаю. Семена лотоса, они белого цвета. На ощупь они очень приятные, немножечко пористые. Считается, что если человек использует семена лотоса, он останавливает старение свое, а также делает себя мудрым, отвечает на все вопросы. Особенность всех четок заключается в том, что их необходимо определенным образом зарядить. Так вот, четки лотоса, они не заряжаются, как все остальные четки. Их необходимо заряжать при помощи определенной мантры. Четки лотоса, они фактически являются четками накопления или вместилищем сатвической энергии, или по-другому, энергии солнца. В случае, если человек практикует использование данных четок для себя в ходе медитации, то он обретет белую дорогу жизни. То есть, в его жизни не будет никаких проблем, драм, у него всегда будет материальное благополучие, всегда будет везение в жизни и так далее.